здравствуйте уважаемые телезрители здравствуйте народ рыбинска народ ярославской губернии народ россии народ всего человечества владельцы земля сегодня в нашей студии в очередной раз мошкин игорь михайлович самый замечательный краевед историк нашего края рыбинского у него в этом году вот этот юбилейный 65-летием вас спасибо капитан третьего ранга и рассказывайте как вы жили все вот эти 65 лет мы чем занимались откуда все это началось и вообще как вы вдруг моряком стали рыбинск как бы глухая сухопутная да нет провинция я хочу начать разговор с того глухая мы провинции или не глухая родился в городе рыбинске 29 марта 1948 года рыбинск она стоит на берегу великой русской реки так она и называлась великая русская река ныне называется река волга если все думают что флот далеко то это далеко неправда флот в основном родился на территории ярославской области и первую конечно на берегах волги у нас не зря есть в городе 3 судостроительные завода который через дарю лесу на времени начали свою деятельность а вообще корабли по волге ходят с до исторических времен то есть от рождения и выезда исторических времен насмотрелись на эти корабли решили совершенно ходить по морям видимо моих генах было заложено то что он принадлежал моим предкам русом древним и они до нашего времени донесли мою любовь к флоту и вот когда мне я родился вырос в этом городе учился в школе номер 33 поселок поселок северный одновременно конечно я ходил в место рисовальный кружок в дом культуры нынче называется д.к. авиатор и учился рисовать все что я рисовал вокруг это я смотрел своими глазами мне все понравилось все было интересно город очень своеобразный по своей архитектуре потому что он как бы типичный волжский город но тем не менее вот та эпоха наших предков которые донесла до нашего времени вот такую интересную своеобразную любовь к городу она кого моим творчестве моим историческом краеведении прослеживаться на долгие времена надо отметить что все мои родственники в основном работали на рыбинском отрасли на заводе это завод который первое что выпускал авиационные моторы ну так и вам нужно было летать наверно да но так получилось что поскольку вот флоту военно-морскому требовалось большое количество моряков срочной службы и в 1967 году в сентябре месяца меня призвали на службу на северный флот и вот с этого времени как раз началась то замечательно или нет жизнь по разному можно ее воспринимать но тем не менее вот сегодняшнего времени я имею то что я имею надо сказать что начал свою военную службу в морском полку связи средового матроса средового матроса да вот поскольку моя профессия на заводе была художник оформитель художники оформители как и все другие специальности повар работник медицины музыкант художник оформитель это были всегда дефицит на специальности вооруженных силах и брали на особый учет и так получилось что меня оставили мяч призывали морской полк отдельно морской полк пехоты где он находился но находился в ли на хамаре туда меня нет 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 не отправили тормознули прямо в североморске и сказали будете служить здесь столице северного флота ну оставили оставили учили уму-разуму учили город североморс да специальность моя была первая это телефонист мурманская область первые два года я служил все что нужно было выполнял в общем то у меня было нормально каковых служебные деятельность сложилось доброжелательно было немало земляков морском полку связи но тем не менее получилось так что в 1969 году я представил на конкурс североморского гарнизона ленинскую кому каток который я лично своими руками изготовил я получил поощрение и пришел начальник отдела культуры как помню сейчас потолковник сорока веков и складывать игроки такие таланты ты сидишь здесь я тебе предлагаю поступить в особенно учить в какой же именно он говорит есть такое высшее военно-политическое училище факультет работников культуры в городе львове собрали мне документы отправили сухопутный ну отчасти но тем не менее хочу сказать я приехал туда в 1969 в девятом году поступил на факультет работников культуры на морское отделение поскольку тогда брали только с военной службы срочной службы и с этого времени как бы началась моя новая интересная жизнь курсантом учили всему того что например военность начну что проходит и в типовых государственных институтов культуры то же самое мы проходили на этом факультете работников культуры по окончании 1973 году мое было распределение опять же сена северный флот и вот я к прибыл город севермоз мне отправили на остров соловки куда я даже не да не думала не гадал и вот я попадаю на этот остров соловки да там на х и находился отдельный морской дивизион овра и у него стоял такой на берегу белого моря маленький скромный деревянный клуб где я начал свою до в должности начальника клуба свою служебную деятельность надо вам отметить что такой шикарный красивый остров красивое море и самое главное не стоит замечательный соловецкий монастырь очень говорят остров там погода конечно несколько месяцев в году зиму я хочу сказать что там свой микроклимат вот и там такая красиво замечательная природа несколько не уступающую по красоте средней полосе и даже превышающие своим именно разнообразием цветов разнообразием растений далее вот если говорить о самом белом море который кружал вот этот соловецкий архипелаг это красота ну будем говорить белая ска белая сказка бомбарить я про зиму говорю вот именно сюда про зиму но скажем так с мая месяца белом море вскрывалась и до конца октября по нему ходили в общем была навигация ходили сюда остров соловки это в общем был туристический остров и уже в то время активного нас воин был и со всего тогдашнего советского союза приезжали смотрели на самом на место достопримечательностей соловецкий монастырь ну а мне посчастливилось рисовать этот соловецкий монастырь и вот я думаю что сегодня в процессе того как мы с вами обеседуем нашей заставке вы увидите одну из моих риногравюр которая посвящена соловецком монастырь далее хочу сказать что в общем-то как бы я особо и не планировал мое творческое развитие но тем не менее положилось так что если человек живет на этом острове сказочном острове то обязательно возьмешь в руки карандаш акварельной краски и будешь рисовать что со мной кажется и получилось и я начал новую технологию которую освоил там это сам она называется алина гравюра и вот вы процессе нашего общения увидите как на заставке будут представлены ряд моих риногравюр которые практически все 100 процентов посвящены военно-морскому флоту россии хочу отметить что там не только современный флот представлен но и представлена период великой отечественной войны делал то что северный флот принимал самое активное участие в период великой отечественной войны защищал северные рубежи нашей россии и прославил себя очень достойно там были представлены такие очень знаменитые корабли это эсминец гремящий лидер баку сторожевой тральщик туман и эти корабли изобразил также изобразил современным флот от первую очередь подводные лодки современные боевые корабли это тральщики сторожевые корабли эсминцы крейсера и так далее она как бы меня вот это захватила корабельная архитектура с ног до головы я честно говоря окунулся в эту интересную стихию когда визуально передо мной я видел вот этот огромный большой флот вот это такая своеобразная архитектура которую надо было восприять да еще изобразить своей и своей головы передать на на лист бумаги вот это мне удалось хочу отметить что рисовать флот очень сложно он такой своеобразный его тяжело воспринять глазами как лица пофантазировать и передать точно на лист ну я думаю что мне это удалось очень часто туда приезжали для творческих работ работники художника художники из-за студии имени грекова это из-за студии находится в городе москве и прославлено тем что они первую очередь работали над диорамами панорамами тогдашнего советского союза такие дела панорама как севастопольская панорама такая как сталинградская битва ну и так далее и вот с этими знаменитыми художниками мир народный художник россии геннадий севастьянов заслуженный художник россии геннадий щербаков мне с ним первую очередь пришлось пообщаться поскольку они работали как раз по теме флота и вот они вот мне привели вот то интересное видение восприятия флота чем я кажется и связал свою дальнейшую творческую жизнь далее надо отметить что городе североморске я ходил местную из-за студии при доме офицеров и активно изображал тот флот который я видел своими глазами мое творчество постепенно росло и она начала к бот пригласили местная редакция газет например газета на страж за поля газета североморские вести затем я решил свои линогравюру представлять в областных и центральных газетах и мне посчастливилось представлять газету например полярная правда мурманские вести о центральных газетах для меня как бы это честь большая была что мне представлена возможность на странице газеты красная звезда представлять флот более десяти раз в газете правда два раза и ряд других журналов поэтому я как лица счастлив в свою жизнь что вот в нашу такую интересную эпоху во времена моей жизни советского союза я творчески активно работал и довольно-таки добросовестно это все отображал дело то что табло стабильная эпоха современный флот современные вооруженные силы они в общем-то как бы давали такую возможность но хочу сказать что то это эпоха процветания газет журналов и я постепенно как бы перерос художника иллюстратора но и моя бы служба постепенно как бы завершалась я же севером с острова соловки перевоз сначала в архангельск там служил два года оставшееся время до 1989 года я уже служу в городе североморске опять же на в должностях работника культуры местная газета северного флота это газета на поляре и меня пригласили туда работать в качестве художника и иллюстратора и я более года работал в должности художника а затем так сложилось что нужно было освободить это место и я перешел уже на специальность преподаватель как художников и оформителей местную школу ну в общем как все как бы замечательно в 90-е годы у меня было стабильно развивалась командование северного флота как бы заметил мои вот эти все хорошие результаты моей военно-патриотической деятельности в творчестве и вышла с рекомендации о представлении мне звание заслуженный художник россии и я в 1999 году получил это звание в апреле месяце с тех пор я являюсь в этом звание заслуженный художник на россии мне почти 20 время также работать и за рубежом в начале 90-х годов активно развивались международной связи с норвегией швеции финляндиями и меня пригласили поработать в норвегии я там четыре года подряд ездил в народу школу сванок и вел самодеятельные курсы с художниками от юного возраста до бабушек 90 лет художники самодетели они в любом возрасте всегда колеса любители своего дела и я учу конечно мне еще мешало не совсем хорошее знание английского языка норвежский языка вообще практически не знал они очень плохо знали английский язык также как у нас в россии к этому языку относились небрежно так и норвежцы его плохо знали но тем не менее мы умели общаться язык художников он и в любом месте всегда можно жестами отдельными словами довести до моих учеников то что им было интересно и нужно мы изображали местную природу а природа там а хочу сказать в северной норвегии это красоте красиво пишу первое счета горы ледники высокие это горные реки с водопадами озера вот это все мне почти вас тоже изображать моим творчество встретился я в городе тромси с очень интересным художником художник так сидел мисс фирос и свиняне который начал меня он учить умному разуму привел свою мастерскую период моей выставки в городе тромси в арктической галереи пришел на мою выставку посмотрю нарисуй мне к слона вы чего он как я сейчас отведу мою мастерскую да вот он мне показал макет слона вру не слона а белого медведя я-то белого медведя нарисовал с натуры чучело белого медведя разумеется вот с этого времени начал рисовать животных пятиц северных оленей это главная была моя тема в то время белые медведи это как бы большая моя такая любовь которая сохранилась до сегодняшнего времени я часто их представляю в своих творческих выставках также северные птицы это чайки это тупики бакланы и черные серые ну и много очень таких интересных вариантов с птицами также изображал морских животных это я перочить тюлени моржи косатки такая очень богата разнообразная тема арктики что до сегодняшнего времени конечно она мне сыпели глазами и очень рад что познакомился с такой непознанной для меня человека со средней полосы ну а после 99 года получилось так волею счастливого случая пригласили меня в этот же год 99 году на международное плавание на паруснике седов это большой учебный корабль длиной до 120 метров высота мачта 54 метров четырех мачтовый и вот я на этом замечательном паруснике отправился заметьте не из города мурманска от мурманска мы доехали до германии на поезде потом на автобусе прибыли в город росток в германии где базировался этот российский парусник дело то что два российских парусника седов и грузинштерн в основном базируются именно в городе росток или в гамбурге почему до настоящего времени они хорошо сохранились благодаря большой заботе немецких волонтеров и местных обществ грузинштерн и седов и вот девяносто девятом году мы осенью с 10 октября самое кстати неблагоприятное время года на море мы отправились штормовое плавание через балтийское и северное море затем бескальский залив мы заходили зашли попутно во во францию там побывали в городе портовом городе гаври оттуда отправились через бескальский залив гибралтар вошли гибралтарский залив вернее так пролив и подошли к мысу гибралтар это бывшая колония великобритании ну она до настоящее время находится в его владении и вот мы там стояли порядка пяти суток я там представлял для местных жителей и гостей мою выставку я думаю что им там очень понравилось было интересно они же никогда не видели белых медведей там косаток баржей и то что я и показывал это было для них какое-то вот чудо представьте что температура летом в городе гибралтаре до 50 градусов даже у нас на юге такие температуры не бывает и вот эти жители с очень с удовольствием на все это смотрели далее из гибралтара мы отправились наша конечная цель была это республика тунис город тунис и город без эрта в городе без эрте до 1924 года стоял российский военно флот царский флот они держали российские военно морские флаги андреевские как учае участники не существующие российской империи и в 1924 году по требованию власти советского союза под давлением франции эти флаги были спущены а корабли сданы на металлолом моряки военные имеющие там уже построили поселок выпустили один кадетский курс четыре года то есть кадет кадет это будучи офицеры гардемарины и вот после вот такого как бы активно проживание вот в этом городе без эрты русские моряки вместе семьи разъехались в разные стороны света я встретился там с одной из последних жительниц города без эрта звали ее мария александр манштейн ширинская это была дочь командира миноноса одной из командиров черноморского флота они ушли как раз 1921 году после того как крым был взят красной армии и остатки врангельской армии уходили на военных кораблях на транспортных судах в эмиграцию и вот эти корабли порядка 30 мапилов они дошли до города без эрты и вот до 1924 года они стояли на этом месте ну а наша была такая символическая задача посетить местное кладбище умерших русских моряков затем надо было символически поднять флаг военно-морского флота россии андреевский флаг и это было поручено мария александр манштейн ширинской и вот она значит был построен строй моряков военного реки дали залп из автоматов и вы поднят флаг присутствовал большое количество иностранных военных атташе на борту парусника седов чем прошли такие торжественное как бы восстановление статус-кво военного флота в тунисе вот это было мое как бы вот то прошлое видение я был очень рад вот такой интересный интересном путешествии мы вернулись достойно хотя хочу сказать что парусник понес некоторые очень технические проблемы было порвано до 10 парусов потому чтобы очень сильно штормовые препятствия во время прохождения на море особенно все в северном море когда проходили у берегов англии и так мы кажется достойно вернулись обратно ну а после 1000 1999 года я переехал город рыбинск и вот эти последние 13 лет живу и здравствуй в городе рыбинске сделать здесь я сделал ряд выставок на местную тему и как бы уже моя началась новая сфера деятельность связана с историей краде века и краевидением города рыбинска я начал рисовать карандашом улицы города реку волгу именно старинную волгу с кораблями парусниками то все что интересно мне приходил в голову то я рисовал и то что было связано как раз с историей изучения города рыбинска ну и до настоящее время я этим и занимаюсь есть конечно еще замечательный проект это рыбинский морской музей который мы с капитан первого ранга в отставке олейником валентином валентинович пытаемся уговорить местную власть открыть этот замечательный проект но пока нам его не удается открыть и вот до настоящее время я живу и здравствуй в городе рыбинске а в этом году у нас 7 июня предстоит встреча наших выпускников 1973 года морского отделения в городе санкт-петербурге и вот эта встреча должна состояться за данное время что я очень буду иметь большую колеса удовольствие что же такое экскурс сделать по годам своей жизни кратко но емко так впечатлен ну сами знаете что сейчас сегодня канун праздника дня победы советского союза нашего отечества на великой отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками и хотел бы вас спросить какое ваше личное восприятие этого праздника может быть понятно что всего возраста вы не могли воевать решение ваш отец сам дед там отношение к военным действиям то есть воевали с врагом мой отец имел отношение в 1941 году он был призван действующую армию но к сожалению попал в плен поэтому ему долго не пришлось воевать он попал уже сорок первом году в окружении в плен вот но сложилось как бы не такая уж благоприятная ситуация для моего отца после концлагеря он попал советский концлагерь и и 1953 году его выпустили поэтому кажется может и не хотелось бы мне вспоминать в преддверии такого замечательного большого праздника но я хочу сказать что мы бываем по неволе в той ситуации как мы бываем я горжусь что я 22 года календарных отдал службе в советском военно-морском флоте мое творчество по большей части было посвящено также как периоду великой отечественной войны так современному флоту и тем поэтому я отвечаю прямо на ваш вопрос имея прямое отношение праздную дня победы 9 мая ваши награды у меня тут лежат вот хотелось бы спросить вот это вот что и прокомментировать это морская медаль юбилейная посвящена 300-летию российского военно-морского флота и и начали выдавать в 1996 году морским офицером кто прослужил более 20 лет вот я ее получил военкомате в городе северомурске так вот это здесь изображен наш великий соотечественник ушаков федор федорович ушаков да я хочу сказать это орденский знак адмирала ушакова мы имели возможность через военкомат получить вот этот орденский знак первую очередь и морские офицеры и также сухопутные офицеры и первую очередь это совет и активные члены совета ветеранов вооруженных сил города рыбинска я горжусь что я имею такой орденский знак почему потому что наш великий земляк великий флотоводец федор федорович уже ушаков родился на нашей земле рыбинской и как бы мы спорным вас полным моральным правом имеем право носить вот этот знак вот уж был настоящий победоносец да он провел 49 морских боев ни в одном не имел поражения но к сожалению как бывает часто такого замечательного флотоводца после всего то что он вложил в российский флот он был на долгое время забыт и даже перепутали на длительное время его биографии и его место рождения и только благодаря местным энтузиастам таким как евгений балагуров анна дмитриевна овчинникова вот благодаря им посчастливилось корица восстановить добрую память об этом замечательном русском флотоводце играли ушли конечно капитан первого до капитан первого горчинников нас еще не продолжает службу и тему об адмирале ушакове но я также хочу напомнить наши рыбинской администрации что в городе тутаеве есть морской музей адмирала ушакова и я хотел бы надеяться что в городе рыбинске тоже будет морской музей где будет экспозиция посвящена адмиралу ушакову капитан командору чирику нашему рыбинскому земляку контр-адмиралу колушкину нашему замечательного рыбинскому земляку а также выдающийся государственную деятелю атаману волжской военной флотилии ермаку тимофеевичу оленину по моей версии он также родился на рыбинской земле серебро-раке что на реке мологи как сказано в архиве графа строганова замечательно я надеюсь что вас услышат и примут разумные решения и действия это юбилейная медаль 100 лет адмиралу кузнецову это министр военно-морского флота советского союза как память об этом выдающимся адмирале конечно которых командовал годы великой отечественной войны советской военно-морском флоте и кстати очень принял своевременные меры по укреплению флота для начала к началу великой отечественной войны замечательно а вот у вас там еще один знак этот один называется поплавок на сколько и до львовской училища до закончил а второе это нагрудный знак заслуженный художник россии он по представлению а вот так выглядит заслуженный художник командование северного флота было направлено на такое письменное представление утверждено тогдашним главком военно-морского флота россии затем была представлена в наградное управление президента россии борис николаевича ельцина и я получил 18 апреля этот знак и подписан был указ что же замечательно игорь михалыч ну наверное поздравьте горожан я думаю что мы с вами совместно совместно поздравляем наших замечательных земляков жители ярославской области и жители нашей современной россии замечательным праздником самый патриотический праздник это день победы 9 мая мы вас поздравляем от имени коллектива студии гвардия т.в спасибо нас не забыли что же весь наш коллектив поздравляет жители рыбинская жители ярославского региона всей российской федерации с несомненно значимым самым достойным праздником всего нашего народа да что ж удачи вам спасибо его